19 мая депутаты городского совета собрались для того, чтобы рассмотреть единственный вопрос повестки об изменениях в устав города. Изменение в устав предполагает иной способ избрания главы Сергеева Посада, не на муниципальных выборах, а из состава совета депутатов. На первой части заседания, которое состоялось 12 мая, депутаты дискуссировали на эту тему. Их мнения разделились и к единому решению они так и не пришли. Сегодня заседание продолжилось, на нем присутствовал глава района Сергей Пахомов. Он начал свое выступление с того, что является сторонником всенародных выборов. Выбирать или назначать? Конечно, выбирать. И я уверен, что большинство выступающих здесь депутатов меня поддерживают. Но мы за это не сказали. Вопрос именно так. Перед тем, как объяснить свою позицию по сложившейся ситуации, глава района также отметил, что совместными усилиями за последние два года удалось достичь многого. За два последних года, после того, как ситуация в Северном Басадском районе, в первую очередь политическая, весьма серьезно поменялась, нам с вами, в том числе вместе, мы не раз встречались, удалось достаточно многое сделать. Мы работаем как единый организм. И я не помню, что мы за эти два с половиной года когда-то обсуждали вопрос, кто, чья роль главнее в принятии решения по развитию города, районной власти или городской. Глава района отметил и другие достижения за два последних года, а после обозначил свою позицию. Так вот, друзья мои, возвращаюсь к тому, что начали. Выбирайте назначение. Наверное, выбирайте. Если кто-то боится выборов, я ни в коем случае не могу. Но надо четко себя дать отчет, что сегодня назначить выбор мы получаем. И все будем делать для того, чтобы у нас выбрался хороший, качественный, профессиональный глава города, которого мы будем любить, уважать, доверять, который будет работать в своемной команде, но на 5 минут. Что произойдет через год, как показывает практика и история, никто сказать здесь не может. И именно из-за этого я лично держался мнением, что раз уж так случилось, раз уж мы не смогли вовремя сориентироваться и подготовить переход на систему работы с единой и складной властью, наверное, было бы правильно не избирать главу, а потом подготовить такой переход, заставлять его сложить полномочиям, потому что это уже переход, мы стали уже эти годы, назначают, снимают, честно говоря, я со мной снова глазок кружу. Когда мы будем ждать 5 лет, что будет, никто не скажет. Либо избрать эти менеджеры, которые сейчас спокойно подготовят такой переходный период, полтора-два года, пожалуйста, не вопрос, как только будут готовы, значит, это сделать. Еще раз повторю, я никогда не скрывал, что считают это правильным. Я это не придумал, я это услышал во время своей избранной команды. Сегодня, если передать вам честно, мы обязаны принять решение о избрании, о непрямых выборах главы главы. Мы обязаны законодательства. Но мы знаем, что в ближайшее время будет принят закон Московской области, он разработан, который, возможно, даст нам право определиться самим. Я знаю, что звучали предложения отложить этот закон до того момента, как мы в итоговом варианте прочитаем этот закон, и после этого уже сесть и по-честному поговорить, что все-таки лучше. Депутаты поддержали предложение Сергея Пахомова 17 голосами за. Это фактически означает, что к воруму главы для принятия любого решения сегодня был, но свое преимущество он использовать не стал. Принятие решения по вопросу способа избрания главы города отложено до того дня, когда будут приняты поправки в областной закон. Эти поправки на законном основании позволят депутатам выбрать, избирать на муниципальных выборах главу города или из состава депутатов. На следующем, на 41-м очередном заседании мы рассмотрим этот вопрос еще раз. Мы обязаны его рассмотреть. Невзирая на то, что был протест прокуратуры, что мы должны были его рассмотреть и принять однозначно на этом заседании, я думаю, прокуратура пойдет нам навстречу в целях соблюдения абсолютной демократии, потому что мы уж совсем абсолютной демократии, хотя демократия – это всегда насилие большинства, она большинство политологии этому учат. И мы рассмотрим этот вопрос на следующем заседании. Перед этим, конечно, пройдут у нас консультации со всеми депутатами без исключения. Я не скрываю, я переговорю опять со всеми депутатами без исключения. И еще одна моя позиция, я прошу довести до всего населения. Совет депутатов городского, сельского, любого поселения должен заниматься в первую очередь принципиально вопросами по улучшению бытовых условий жизни населения. Это в первую очередь. Вопросами по развитию самого поселения, за которое они отвечают, и которое им доверили избиратели. А политику нужно выносить на федеральные и региональные уровни. И там уже бороться за принципиально, за политические решения. А здесь оставьте, пожалуйста, возможности для депутатов, в целом для советов, в целом для исполнительной власти, потому что это исполнительная власть. Создайте максимальные условия именно для улучшения жизни каждого отдельного человека. И чем меньше политических дебатов, тем легче будет это сделать и нам, как избранникам народа наших жителей, и исполнительной власти.